Гласит один смешной мем, появившийся на просторах соцсетей на днях, что это за неопознанный объект в небе под названием Солнце. Именно в компании этого неопознанного объекта я и покидаю наш город и улетаю на гастроли на два дня в Сочи. В Сочи я лечу на два мероприятия. Буду играть один день в горах, один день внутри красивого пространства. Всяких красивых людей. Ребят, кстати, главный лайфхак это никогда не надевайся джинсы в полете, потому что джинсы это ремни, а ремни это самый долгий процесс на контроле. Итак, пять часов спустя я добрался до отеля. Я уже наверху в Роза хуторе, в Роза спринт мой отель. Вот такой номерочек, самый базовый, самый простой. Но зато посмотрите, какой вид. Я просто чувствую себя горным лепреконом. Долгий день оказалось. Я даже забыл рассказать, что я сегодня еще успел заехать на производство, посмотреть новые образцы для весеннего дропа. У меня будет полноценная тематическая коллекция, которая выйдет, надеюсь, в конце апреля. А до этого у меня будут такие мини-дропчики. Недолго я радовался, конечно, виду из окна. Смотрите, как быстро сошел что-то туман, снег, не знаю даже. Обычно я приезжаю, знаю, чтобы заиграть, как сейчас, например. Поэтому я особо не готовлюсь. Я примерно прокручиваю в голове сценарий. Когда надо подготовиться больше, я обычно это делаю в самолете или в поезде. Собираю сет с нуля. И потом в отеле перед сетом прогоняю раз пять. Ищу связки интересные. Чтобы вас поразить. Утюг, как во всех отелях, просто диджей подвел. Соответственно, вот так вот я выгляжу. Вроде ничего. Что скажете, можете оставить в комментариях свой отзыв про мой отфит. И как-то я готов. Илья, всем доброе утро. День, второй. Какой лукарь вообще. Короче, это прямое включение. Мы в Сочи, в Узгере. Если что, специально говорю, в Сочи. Типа, как приезжая в Тагилу. Ну ладно. На суть, мы короче в Сочи. Я дал дрозда. Сюда спикавали. Там прям вылеты, шмулеты. Все как надо. Это моя сестра. Она из Нью-Йорка. Она теперь в Сочи. Все плохо. Согласен. Так, мы ворвались на самый пик. Выглядит это все вот так. Небо немного затянуло. Но это чертовски красиво. Let's go. Да, река крутит. Выгоняй лыжников. Итак, сейчас я не забуду снять влог. Меня тут снимают. Я играю. Это облески, ребята. Это облески, ребята. Угадаешь? Ну, у меня вариант первый Сочи. Так. А второй? Не то, чтобы есть льна в горах Сочи. Куршавель. И в Грузии тоже есть какие-то горы. Нет, второй вариант мне понравился больше. Но ты угадала с первого раза. Все правильно. Сочи? Сочи, да. Ты, я так поняла, на сноуборде катаешься. Я изверска это делаю. Но редко дометко, как говорится. Почему сноуборд, а не лыжи? Ну, потому что мы же рэперы. Ты представляешь рэперов на лыжах. Это странно. Ну да, есть такое. А когда ты не катаешься на сноуборде, какой-нибудь другой вид спорта в твоей жизни присутствует? Я же баскетболист. Я КМС по баскетболу. Я всю жизнь играл в баскетбол. И получается, что сейчас мы даже организовывали ТВГ-турниры. Сейчас много свет запарилось из-за большого графика плотного. Но мы будем сейчас принимать участие в своей команде в медиа-турнире, которые стартуют в Москве. То есть ты прям, можно сказать, что ты ведешь спортивный образ жизни? Получается, да. Кто на меня подписан, точно, ты знаешь, у нас есть убийственные тренировки от Вовы Супермена. Вот, поэтому, да, у нас две тренировки, два самоубийства в неделю стабильно мы совершаем. Смотри, у меня такой вопрос. Мы когда с тобой договаривались о созвоне, ты меня попросил набрать тебе пораньше. Да. При этом у тебя, я в курсе твоего графика, плюс-минус того, о чем я вижу в соцсетях, да, и у тебя очень много диджея-сетов, где ты играешь часто до утра. Наверняка где-то там ты выпиваешь, веселишься. И при этом утром ты уже готов к созвонам. Как тебе вообще в режиме удается быть? Ну, спорт, во-первых, это главный баланс, главный контраст в нашей жизни, потому что с таким графиком без спорта, мне кажется, вообще можно было бы умереть. Вот, и я уже, получается, четыре с половиной месяца не пью, и это мне еще больше помогает. Поэтому, вот, и как раз ты мне позвонил в промежутке, я вчера вечером играл, а сегодня покатался, и сейчас мы договорим, я поеду опять играть. Плотный график. Да. Смотри, 11 марта ты играешь у нас на вечеринке нулевых. Да. Какие для тебя нулевые, какими они тебе запомнились? Слушай, это вообще, это рассвет моей клубной, клубной деятельности, клубной жизни. Получается, что в 13 лет мы как раз, когда играли в баскетбол, у нас был клуб «Кадиллак», как у вас «Гараж» и «Людовик». И получается, что у меня родители всегда были сторонниками антизапретов, соответственно, лучше дать попробовать, нежели запрещать. Я потом все равно это попробую сам. Вот. И поэтому у меня даже ребята из команды приходили ко мне. Они говорили рядом с ним, что мы будем смотреть баскетбол по Син-ТВ. Когда были трансляции еще в России, и мы уходили в «Кадиллак». Мы уже в 13-е, за то, что мы играли в баскетбол, выглядели на 16-ом, на 18-ом. И мы закрешили со всеми фейсерами. Я уже потом продавал людям проходки, которых не пускали. Все ходили в эти «Гучи», «Биллионерсбойсклабах». Вот эта вся история на «Розовом», «РМБ», вот как «Вейпи-77» было в Москве. Вот эта вся история с большими пряжками, бегущими строками. Короче, это прям вся наша тема. И вот до сих пор, знаешь, иногда сейчас музыка настолько медленно развивается, в плане, что она все однообразно стало. И многие диджеи играют до сих пор старую музыку. Для обывателя это может быть как зашквар, но я это объясняю тем, что новая музыка, она не дает ту эмоцию, которую раньше делали, вкладывали в музыку. Сейчас она что, там путь по одному и тому же принципу, а раньше у нее там тоже «Тимберленд», «Нью-Йорк», вся вот эта история, там прописаны такие звуки, такая душа в них есть, и она дает, даже сейчас ты ее слушаешь, и ты улыбаешься, ты двигаешься. И помимо чувства ностальгии, ты, потому что реально правильно сделала нашу структуру трека. Вот, и поэтому нулевые для меня прям золотая эпоха, и я рад, что я смогу дать, показать то, что могу, потому что я, мне кажется, входящий в библиотеку РМБ треков нулевых. Я знаю все, кстати. Так, тогда три твоих любимых треков того времени, которые ты обязательно сыграешь у нас на «Энкор Спот». Я сыграю Шарифу «Ани Де Босс», точно. Я сыграю «Фэболос Брис», и я сыграю что-нибудь из «Нептюнцев», еще не знаю что-нибудь, «Гипнотайс», наверное. Слушай, ну не самый банальный выбор, то есть я ждала 50 сента, но как бы нет. Нет, это все слишком просто. Можно еще добавить туда чинги какого-нибудь, рамберн или вот это что-нибудь такое. Смотри, мы помогаем немножко нашим гостям подобрать аутфиты, и у нас там девчонки собирают аутфиты для девочек, но парням пока помочь некому. И тут у меня вся надежда на тебя, так как ты человек стильный, в то время уже тусовался. Давай с тобой вместе подумаем, соберем какие-нибудь референсы, в чем парню прийти на вечеринку нулевых. Мне кажется, здесь можно посмотреть, как бы не было зашклавно, а офигенный образ был у Тимоти в фильме «Жара». Кстати, классный фильм был. Фильм классный был, и реально вот это вот эпоха как раз того времени, и вот у него лук, вот эти бейпсы, кроссовки, платок Луи Виттон, розовые майки, ремень с бляхой, вот это прям максимально ремьви двухтысячные. Ну и плюс я посоветую посмотреть старые луки Фаррелла как раз тех времен, где он был айскрим, Берянец Бойсклаб, вот эта вся история. Как раз это все то время, и это прям вот то, что нужно. Смотри, ты, помимо того, что ты играешь на вечеринках, ты еще и делаешь вечеринки, делаешь их очень много лет. Много лет, десять лет уже, получается. Три главных правила, которые нужно соблюдать, чтобы твоя вечеринка была топ-у за топ. Главное не обманывать народу. Первое. Условно говоря, вечеринка не просто взять квадрат, а поставить туда диджейский пульт и позвать кого-то поиграть. Я придерживаюсь правила, что чем больше... Короче, надо уметь удивить. Словно говоря, если ты даешь какую-то фишку визуальную, какую-то подачу материала, какую-то концепцию, которая будет отличаться, это уже люди видят, что это не шепотреб, а что это люди подготовились. И не важно, что они придут и плейлисты могут совпадать с другими вечеринками, а сама ваш клиент уже изначально будет другим. Это первое правило. Второе. Часто работают хорошо дресс-коды, но это очень узкопрофильная история, но она все равно... Это тоже момент подготовки. Когда ты даешь дресс-код, людям это нравится. И не важно, это там как-то на Одиссее оделся в эльфа, или же как мы в субботу будем одеться нулевые. Тем не менее, это есть какая-то тоже концепция. Это второе правило. И третье, конечно, мне кажется, это атмосфера, которую дают сами участники. Потом звать больше друзей, не лениться обзванивать лично, потому что личные приглашения всегда работают лучше. Ты обзвонил, не вот так вот вкинул афишу, а ты лично пригласил. Я хочу тебя видеть на этой вечеринке. Я такой, блин, похоже, что-то будет. Я должен прийти к нему на эту вечеринку. Еще, и личные инвайты, они всегда, ну, и делают атмосферу. Люди уже приходят с улыбкой, их пригласили лично. Они встречают кучу людей, которых ты тоже позвал. Они давно не виделись. И вот это все в совокупности дает правильный эффект. А ты помнишь самую веселую, самую кайфовую вечеринку, которую вот вы делали? Это, да, конечно, помню. Это был ваку-флако в Москве где-то 2014 год. Когда мы взяли флак на 4 тысячи человек, тогда просто он лопнул, мы переполнили его. Сам вако очень отзывчивый и отдается людям. И получилось, что вот это вся как раз история, когда 4,5 тысячи человек, они в одной, у них эта синергия встречается. И это была концертная площадка, я ненавижу концертные площадки, я люблю камерные тусовки. И там получилось, что у тебя как будто камерная тусовка у меня почти 5 тысяч человек. Вот это был момент именно вот этой синергии. И это прям, быть в атмосфере мне больше всего понравилось. А так, конечно, у нас было куча всего. Например, 24 часа у нас была вечеринка с Билл Джоном. На пляже мы построили сцену, и днем там был пул-пати. Мы привезли батуты, рампы, куча всяких активистей. И ночью на пляже под закат мы начали играть. Там у нас деваться яхта на крестовке, там был пул-пал, да. И потом вышел Билл Джон. Все, вот это было прям круто. Слушай, мне всегда было интересно, вот вам удавалось ловить тренды на взлете. Вы привозили часть артистов, тех, которые вот только... Ну, например, Трэвиса, да? Когда он же еще не был, а только-только начинал набирать обороты. Вот откуда эта чуйка? Чем вы руководствовались? Слушай, не знаю, это какая-то наша внутренняя история, ничего не объяснимая. И это же и с русскими артистами работало, и с иностранными, и... Не знаю, у нас честь, на самом деле, часто очень. Вот у него есть, он Бася хип-хопа, и вот у него есть такая история. И вообще у нас как работало? У нас с первого привоза, когда мы сделали первые за деньги. Потом уже мы такие... Вообще все мероприятия делали для себя. И знаешь, когда мы привозили Трэвиса, мы понимали, что теоретически мы влетим на кэш, что и произошло. Но мы такие... У нас была куча гастролей, которыми мы закрывали все сразу долги. И мы такие, глянь, кем мы еще не тасовались? И знаешь, нет такой истории. Мы привезем Трэвиса, и просто их в осень, и мы там будем купаться, пропустим. И такие, нет, мы хотим вот эту эмоцию, мы хотим нашего артиста, мы хотим пообщаться с ним. И прикоснуться к легенде, грубо говоря. Или к заразающей легенде. И поэтому как-то у нас тут получалось все органично само. И из-за того, что в Москве все были спонсоры, а в Питере мы считали как регион, и мы все равно от этого не боялись. И вот просто брали, и кого в кайф, то вы делали. И потом получалось, что эти люди выстреливали. Мне кажется, отсюда можно еще, наверное, четвертое правило успешного проекта, успешного комьюнити, успешных вечеринок вывести. Это, наверное, делать в первую очередь для себя. Для себя, да, обязательно. Это главное, наверное, неписанное правило, о котором мы руководствуем. Сейчас очень много проектов, которые выстраиваются за счет коммерческой основы. И для меня она сразу обездушивает проект. Он становится очень таким искусственным, грубо говоря. Обязательно, да. Да, без личного. И он, кстати, опять же плюс, мы с первой вечеринки начали светить себя как артистов, а не как закулисье, типа промо-группы. И мы сделали себя, в первую очередь, персонажей. Вот, и поэтому это тоже важно, потому что многие проекты, которые заточены на коммерцию, они очень быстро изживают себя. И поэтому, мне кажется, об этом тоже какой-то залог долголетия, все-таки 10 лет, это много. Смотри, ты помимо того, что играешь, делаешь свои вечеринки, ты еще и работаешь, не знаю, как правильно сказать, арт-директором или креативным директором в разных питерских больших заведениях. Я работаю в двух, я работаю... Я называю это должность креатив-директор, но многие ее четырехи музыкальные, арт-управляющие, как угодно. Я, ну, просто то, чем я занимаюсь, это немного больше, чем просто, например, ставить диджеев или придумать вечеринку, там, условно говоря, я от дизайна проекта от визуальной составляющей до музыкальной, все проходит через меня. Соответственно, там каждая заказанная деталь, там, неон, а все это, это все тоже я придумал. Поэтому это немножко больше, чем просто управляющий. Чем музыкальный директор. Или музыкальный директор, да. А когда диджеев отбираешь к себе играть, чем руководствуешься? В первую очередь, я руководствуюсь, наверное, как он себя подает, потому что это важно. Основно говоря, я знаю, что там 90 человек, там, которые придут на кастинг, да, их реально столько приходят. Я знаю, что из них там процентов 70, я вижу уже визуально, что они отыграют, и они, знаешь, утыкаются в деки в ноутбуке, вот с чего они там играют, и стоят, и просто, ну, знаешь, типа, зачем я могу фон миксы так поставить? Люди, которые не боятся, на самом деле, если я через это спрошел, я бы, наверное, умер. Это такой стресс. Вот, но тем не менее, они, на них все смотрят, они приходят, они говорят, у них есть три минуты, и они за три минуты при клубе в фон зале, в которых конкурентов биджеев, они начинают показывать, как они работают с толпой, какая у них телесная музыка, и вот это вот все, и именно таких я и беру в команду. Блин, если честно, я пытаюсь представить, мне кажется, это ужасное ощущение, когда люди, когда ты не просто пришел отыграть для тех, кто пришел веселиться, а когда тебе надо показать себя перед кучей людей, которые тебя в этот момент оценивают. Да, это отвратительно. Я говорю, слава богу, спасибо, что у меня был программ, который мы создавали годами. Если бы его у меня не было, клянусь, я просто сразу попал. Не пошел вы наказан к себе? Не пошел вы, поэтому все, кто приходит ко мне на кастинг, и это смотрят, спасибо, вы герои, просто узнаете. Давай, раз уж мы заговорили про диджеев, начинающих, которые приходят на кастинги, помимо того, что я поняла, что ты обращаешь внимание на то, как человек работает с аудиторией, какими еще качествами должен обладать диджей, который хочет стать успешным? Селекция музыки, внешний вид в первую очередь, потому что были ребята, которые пишут классное мозло, которые играют классное мозло, но где-то они не дожали в подачу материала, где-то они просто, знаешь, они пришли в трениках и в майке убран, например, в таком-то стиле. И ты такой, все-таки диджей, это артист, но в первую очередь. Знаешь, я сейчас много что обсуждал, мне много советуют того там привезти на гастроли. Я говорю, а вот, а вот, а он говорит, да он же там что-то нет. Я говорю, ну смотрите, он классно выглядит, но он классно себя ведет. Помимо там охватки какой-то, он еще неплохо играет. И тут последнее. Раньше было, ты супер скиловый, все, мы тебя берем сейчас, по сути, ну не кривя душой, будем это говорить, а в объективе. Потому что люди все равно не понимают. Люди, которые пришли тусоваться, если ты где-то накосячишь, они не заметят. Да, и поэтому если веселый, классный, мозглой играешь, даешь какую-то обратную связь им, и еще при этом можешь что-то показать, это прям супер класс. А многие, знаешь, я сравниваю, вот я в Дубае сейчас был, как они там ходят как-то на работу, типа, условно говоря, ты приезжаешь туда, и ты резидент. Ты знаешь, что ты каждую пятницу с 7 до 11 будешь там в этом месте, а каждый вторник там с 5 до 3 ты будешь в этом месте. И ты такой, че? Ну, и все творчество умирает от этой всей истории. Поэтому я за то, чтобы люди относились к диджей, относились к своему сету. Вот у них есть час-полтора именно как по некому перформансу, потому что люди запомнят это, и это потом даже свои годы. А ты помнишь максимальное количество часов, которые тебе приходилось играть за один диджей-сет? Да, и это было 9 часов. 100? 9? Я ждала типа 5, может быть. Это было 9 часов, это было просто сумасшествие. У меня есть компания, с которой я работаю на их приватных частных мероприятиях. Довольно известная, короче, московская компания. Я был в отпуске. Они говорят, ты нам нужен, у нас там такой-то ивент. Я говорю, ну я в отпуске. Они мне выкупили мои билеты, мою путевку из отпуска. Оплатили билеты, оплатили мой полный гонорар. Я говорю, сколько играть? Я говорю, 8 часов. Я думаю, ну окей, пока будет собираться, там 3 часа всегда есть на пончик. И там было такое место, что с первого часа я пошел уже в рабочем режиме. Если бы не было вот этого, пока не соберутся, можно покатать пончик, типа подольше поиграть. И я 8 часов просто вышел оттуда, просто 7 поток меня сошло, 7 шкур, я не знаю, это было жёстко. Просто мой друг, он там выносил, положил машину, отвёт на сапсан, и я вот это просто выключил. И обратно в отпуск. И обратно в отпуск, да. Ладно, Лёш, спасибо тебе большое, не отвлекаю тебя больше от катки. Хорошо тебе сегодня вечером отдыхать, хорошо тебе сегодня вечером отыграть. Отыграть, спасибо большое. Всё, на связи. До встречи, хорошего дня. Пока-пока. Спасибо, пока-пока.